Я нахожусь около кустов земляники, которые уже отплодоносили. Что с ними надо сделать? Внимательно просматривайте каждый кустик и цветонос удаляем. Кроме этого, обратите внимание на листья земляники. Если они старые, больные, их удаляем с растения. Многие садоводы спрашивают, надо ли после плодоношения вообще убирать все листья. Я этого не делаю. Если листья здоровые, красивые, глянцевые, то они быстрее создадут все условия для того, чтобы растение хорошо перезимовало. Земляника – такое садовое растение, которое можно размножать усами. Это мощный ус. Его можно укоренить, если вы собираетесь обновить посадочный материал земляники. Смотрите, какой он мощный. Давайте еще раз покажем. Мощный, жирный, красивый. Но, чтобы взять правильно посадочный материал, вам надо было во время плодоношения посмотреть. Действительно, маточник радовал вас ягодкой крупной, вкусной. Если да, то смело можете брать ус для размножения посадочного материала. Смотрите, от данного усика еще идут усы. Вот они они. Мы их удаляем с растения. Они нам не нужны. Как я размножаю землянику? Укореняю ус в стаканчике. Как только появятся корни, отсоединяю усик. Вот видите, место среза от маточного растения. И земляника в течение 1-2 недели самостоятельно питается. Такой способ размножения дает 100% приживаемость кустиков земляники на новой грядке. Давайте еще внимательно посмотрим новый посадочный материал. Видите, от данной розетки также шли усики. Вот я обрезала усик. Вот обрезала усик. Этот я тоже отщипну. То есть нам нужно получить мощное, хорошее растение, чтобы оно перезимовало. Растение недельку питалось самостоятельно. Смотрите, это уже готовый посадочный материал для новой грядки. Корни заполнили весь горшочек. Когда вы будете его высаживать уже на постоянное место, корни выпрямляем, слегка подрезаем и садим в лунку. Естественно, в лунку добавляем питательную смесь, удобрение. То есть убрали цветоносы, убрали усы, убрали больные листья, старые. После того, как с растения удалили лишнюю зелень, их надо подкормить. В 10 литрах воды я разведу 4 столовых ложки верми кофе. Это органическое удобрение. И обязательно добавлю столовую ложку микробиологического удобрения МБИО. Кроме этого, в сухом виде я разбросаю между кустиками земляники орговит для плодовых и ягодных растений. По структуре это гранулы, которые в своем составе содержат конский навоз, птичий помед, рыбную вкусную муку и микроэлементы. Это долгоиграющие удобрения. Под каждый кустик я где-то выливаю пол-литра такого рабочего раствора. Питание для растений сейчас также необходимо, чтобы кустики земляники хорошо подготовились к зиме. Дополнительно разбрасываем органическое удобрение в сухом виде. При попадании воды гранулы будут растворяться и потихоньку отдавать питание растениям. Здесь конкретно земляники. Чтобы растения под зиму шли здоровыми, с красивыми листьями, я взяла биологический препарат фарма-йод. Развела 5 мл в 10 литрах воды. По листве обработаем данным раствором все кустики земляники. Подкармливала растения. И некорневая обработка от болезней проводилась утром. Вечером, как только скроется солнышко от долгоносика и земляничного клеща, по листве обработаем растения двумя препаратами. В 10 литрах воды разведем 20 мл фитоверма и 10 мл дачника. Повторную обработку для здоровья растений, для защиты их от насекомых вредителей, проведу через 10 дней теми же препаратами. В промежутке между обработками обязательно провожу вне корневое опрыскивание биококтейлям. В состав которого всегда входит у меня препарат М-Био, суспензия хлореллы, здоровый сат и коберин и HB-101. Продолжение следует...